Здравствуйте! Обзор пульта 2 в 1 для CENMAX V5A, а также CENMAX ST5A. Пульт является полным аналогом оригинального брелка CENMAX, а также имеет нештатную функцию. На него можно выполнить копирование прямо с брелка на брелок. После такого копирования дополнительное сопряжение софт-сигнализации не требуется, и он будет сразу же работать. Советуем использовать данный режим копирования в том случае, если вы хотите полностью заменить имеющийся брелок, так как в паре они будут работать в догонялке. Если же вам всё-таки нужен дополнительный брелок, либо копировать нечего, брелок сломан или утерян, без проблем его можно прописать штатным способом через кнопку OLED. Значит, способ штатного программирования есть инструкция. Тут вот есть сразу картиночки брелков, которые он заменяет. Информация по программированию, как копировать. И выписка из оригинальной инструкции CENMAX. Значит, порядок добавления новых брелков в автосигнализацию штатным способом. Давайте покажу, как это делается. Вот у нас на столе, значит, есть собранный макет сигнализации CENMAX V5A. Подключены датчики, значит, динамик, тумблер, имитирующий включение-выключение зажигания, сигнал и габарит. Кнопка «Валет» и индикатор «Валет». Значит, сейчас у нас запрограммирован один оригинальный брелок. Пульт 2 в 1 для CENMAX, не запрограммирован, копирование на него не выполнено. Давайте покажу, как выполнить программирование штатным способом, то есть добавим его в автосигнализацию. Значит, для этого нам нужно, чтобы ваш автомобиль был снят с охраны. Значит, при включенном зажигании удерживаем кнопку «Валет» в течение 6 секунд до 4 сигналов. Как только мы слышим сигналы, кнопочки, нам нужно нажать синхронно «Открытие» и «Закрытие». Добавили оригинальный брелок. Добавили брелок 2 в 1 для CENMAX. Зажигание после этого выключаем. Проверяем. Оригинальный, значит, открывает-закрывает. И также абсолютно работает на 1 для CENMAX V5A. В инструкции есть функциональное назначение кнопок. То есть он выполняет все функции оригинального брелка. Здесь вот есть некоторые функции, которые выполняются путём зажатия комбинации с клавишей. То есть, например, синхронное нажатие A, B – это режим паника. Слышим звуковые сигналы. Режим паника включён. Значит, снимаем сигнализацию с охраны. Вот. Но также они как бы работают в паре или в группе. Можно сделать количество, которое позволяет добавить акционизацию. До 4 пультов. Вот. Ну, давайте покажу, как выполнить на неё копирование с брелка на брелок. Для этого подготовим ситуацию. Нам нужно, чтобы у нас был в памяти прописан только один брелок. Снимаем автомобиль с охраны. Включаем зажигание. Нажимаем кнопку «Валет». Удерживаем 6 секунд. До 4-х сигналов. Программируем штатным способом оригинальный брелок. Выключаем зажигание. При таком программировании нужно прописать все имеющиеся у вас брелки, которые вы хотите, чтобы работали. Потому как, если какой-то из брелков прописан не будет в данный момент, то они автоматически стираются из памяти. Как сейчас это вышло с пультом 2 в 1. Значит, как выполнить на него копирование? Для этого нам нужно синхронно нажать кнопки «А», «Б», «Д» и сразу же отпустить кнопки «Б», продолжая удерживать кнопку «А». Поднести в упор оригинальный брелок и нажать любую кнопку. Длинные вспышки на пульте 2 в 1 говорит о том, что сигнал успешно принят. Проверяем. Поставили на охрану. Сняли с охраны. Также он копирует его весь целиком, и функциональное назначение кнопок будет соответствовать оригиналу. Удержание двух кнопок «А», «Б», режим паника. Пожалуйста. Все это подробно написано в инструкции. Сложного ничего нет. Все моменты здесь предусмотрены. Функциональное назначение кнопок, программирование штатным способом и порядок копирования с действующего пульта на пульт в одном ЦенМакс. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...